И снова здравствуйте, это Укрлай в Судмиле Немире, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала Тарковая Марка Гетьман. Мы очень рады, что с нами сегодня на связи Николай Капитоненко. Я хочу напомнить, что он доцент Института международных отношений Киевского национального университета, он директор Центра международных исследований, он известный эксперт по международным отношениям. Николай, доброе утро, спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Доброе утро, всегда рад. Николай, ну, как люди, которые работают много лет на Ютубе, я хочу поздравить вас с тем, что ваша кафедра открыла свой Ютуб-канал. Ну, давайте пару слов вы об этом скажете. Я правильно понимаю, что это не только будут учебные какие-то материалы, а можно будет, я не знаю, там разные мысли послушать? Да, у нас широкие планы. Мы решили, что настало время задействовать и показать потенциал кафедры международных отношений и внешней политики Института международных отношений, которая одна из ведущих кафедр, наверное, в Украине по вопросам международных отношений и внешней политики, и вывести хотя бы часть этого потенциала в публичное пространство. И для этого создали Ютуб-канал с помощью, при активном участии наших замечательных студентов, которые обеспечивают техническую сторону, подготовку и качество ведущих тоже задействованы. И, в общем, мы запустили этот канал где-то месяц назад, и постепенно выкладываем видео разные туда. Пока что это выглядит скорее как беседа двух экспертов и ведущих о разных важных актуальных вопросах. Например, о ядерном оружии у нас первые два разговора были. И о том, как Украина стала безъядерной, о том, как это в принципе работает в современном мире. И потом мы поговорили, но пока еще этого видео нет, о глобальном юге тоже очень интересный, по-моему, разговор получился. И дальше планируем продолжать в том же духе, привлекая экспертов не только с нашей кафедры, но и наших коллег по всей стране. И меняя форматы тоже, наверное, мы будем делать и какие-то более дискуссионные программы, и будет, скорее всего, критический анализ различных книг, статей, взглядов тех или иных ученых. Ну, короче говоря, это не чистая наука, а не чистый академический продукт. А для более широкой аудитории это, естественно, будет интересно и студентам, и вообще людям, которые интересуются внешней политикой. Мы, называется этот YouTube-канал наш МВЗП+, МВЗП, это международная одностоящая политика, это такая аббревиатура, которая звичная для названия нашей кафедры. Ну и, собственно, недолго думаем, и канал так назвали. Ну, в общем, работаем. Ну, что я хочу сказать, что мы обязательно сделаем ссылку на этот канал, и буду благодарна, если Николай сбросит мне эту ссылку, и наши уважаемые зрители, если захотят, смогут перейти и посмотреть, что там есть интересного. Николай, ну, а я хотела бы, ну, впрочем, как мы и любим, да? Вот мы активно обсуждали, какое решение приняла Америка. Я не знаю, вся страна, весь мир очень долго обсуждал это, кто больше, кто меньше. И мы получили эту помощь, о которой мы говорим. Но теперь вопрос, что дальше? И насколько это стратегический шаг или это тактический шаг помочь здесь и сейчас? Потому что там есть несколько интересных нюансов при голосовании за этот законопроект. Ну, атакамс мы вынесем за скобки, потому что, наверное, это уже как принятое решение. Там Нью-Йорк Таймс написал, что уже на самом деле Украины и были атакамс, еще в предыдущем пакете, который был на 300 миллионов. Но вот сейчас давайте немного о стратегии, потому что о стратегии заговорили и в связи с этим законопроектом, потому что теперь Белый дом должен представить такую стратегию, что США думают или как они видят или какой интерес Соединенных Штатов Америки в войне России против Украины. Это очень важный момент, республиканцы об этом говорили уже очень давно. И, наверное, нам бы очень хотелось увидеть эту стратегию. Она так или иначе звучала и из уст Блинкина, и из уст других высокопоставленных американских чиновников. Но четко прописано, определена она все-таки не была. И я помню, что у меня даже был разговор с Эмилием Чарапом, которого сейчас называют одним из самых часто бываемых политических аналитиков в Белом доме. И даже в какой-то момент я у него спросила, какова же цель Америки в этой войне. И он, честно говоря, затруднился ответить на этот вопрос или избежал ответа на этот вопрос. Поэтому, если можно, давайте немного поговорим о стратегических вещах. Как вам они представляются и как вы для себя расшифровываете постфактум, когда утихли немного эмоции. Как вы для себя расшифровываете, что будет дальше? Спасибо за такой ряд связанных и сложных вопросов. Я, по мере того, как слушал вас, тоже вспоминал разные свои рефлексии на эту тему. Начиная с одного и заканчивая разговором тоже с... Я читал статью Самуэля Форен ФС, которую много рефлексировали в Украине. И всякие отзывы были на неё. И в том числе и короткое своё мнение. Он попросил поделиться об этой статье. Я с ним парой слов перебросились. Я думаю, что базовая вещь, сквозь призму которой я рассматриваю лишением американской помощи, это всё-таки те же самые реалии, которые примерно были здесь, в нашей этой войне, и два года назад. Я вспоминаю два года назад отступление российских войск с ряда территорий, в том числе из-под Киева. Энтузиазм в украинском обществе, конечно, большая такая волна, что перелом в войне вроде бы как наступил, и вот-вот уже и наступит победа. Мой скепсис состоял в том, что те события, кризис, которые россияне, очевидно, переживали на поле боя, не менял, по большому счёту, структуру самой войны. Мы остаёмся, реалии войны остаётся такими, что мы слабая сторона асимметричного конфликта, имеем дело с намного более сильным противником. При этом мы не имеем союзников, то есть мы имеем партнёров, у которых могут временно совпадать интересы и видения с нашими, а могут и не совпадать. И остаёмся заложниками намного более глобальных процессов. То есть решение о том, как дальше будет развиваться эта война, оно, по большому счёту, принимается не нами. И вот, как мне казалось, сочетание этих трёх факторов два года назад было определяющим, на основании чего нельзя было поддаваться вот этому излишнему оптимизму. Скорее всего, перед нами стояла реальность многолетнего, затяжного, сложного конфликта с непонятным исходом. И мы с вами об этом говорили. Да, и мы об этом говорили. И теперь мы имеем ту же самую ситуацию сегодня, только энтузиазм связан не с событиями на поле боя, как два года назад, а с получением американской помощи. В общем-то, такое важное, конечно, для нас событие, которое существенно увеличивает наши шансы противостоять российскому наступлению, которое идёт уже сейчас, но, по слухам, кульминации будет то ли в мае, то ли летом. В общем, до осени будет примерно понятно, чем заканчивается военная кампания 2024 года. И эта помощь важную роль будет играть в том, в конкретной конфигурации линии фронта, которая возникнет на осень. Но принципиально, так же, как и события двухлетней давности, ситуация для нас не меняется. Мы остаёмся в очень сложном конфликте, в котором не проглядывается где-то впереди каких-то перспектив урегулирования, за которые мы платим всё более высокую цену. То есть то, что мы вот два года назад, то, о чём я рассуждал, и прошло ещё два года, мы можем увидеть, насколько эта цена для нас стала ещё более высокой. Можем мысленно перенестись в два года, то, что будет через два года ещё, когда, вероятно, снова будут разговоры об объёмах помощи, об условиях, на которых она выделяется и так далее и тому подобное. То есть мне кажется, что у американцев всё достаточно логично происходит и достаточно инструментально. То есть для них вопрос помощи, конечно, был предметом разных дебатов внутри. И, возможно, они хотели оказать давление на нас в чём-то, потому что в целом подход к тому, как выделяется помощь в современном мире, таким странам, как мы, слабым клиентам американцев, ну и других, возможно, крупных стран Запада, этот вопрос, то есть этот механизм предусматривает больше контроль над поведением страны, которая эту помощь получает. Поэтому я не исключаю, что часть сложностей с получением помощи вовремя, вот это вот откладывание, отодвигание срока всё дальше и дальше, не только была связана с внутриполитической борьбой в Соединённых Штатах, Украина стала жертвой, мы всё об этом много говорили, но и с тем, что американцы проверяют, как будет работать этот механизм дальше. То есть им нужно, чтобы помощь не просто поступала и увеличивала шансы Украины на противостоянии с Россией, а им нужно, чтобы это одновременно и был инструмент для учитывания их интересов в этой войне, потому что война становится долго, и все к ней пытаются адаптироваться, и все пытаются снизить связанные с ней риски. Поэтому я думаю, что при учёте всех этих обстоятельств всё равно помощь Украине остаётся для них выгодным решением, потому что она относительно невелика всё ещё по их меркам, хотя по нашему гигантская, конечно, помощь, которую мы получаем, и она даёт очень много разных возможностей, очень много разных плюшек. То есть её можно перекрыть и вывезти Соединённые Штаты из этой войны, но рисков тогда будет намного больше. А за 60 миллиардов в год они получают очень много разнообразных лечебов, поэтому я думаю, что даже если Трамп поиграет выборы и действительно попробует реализовать вот эту свою озвученную идею, о том, что за 24 часа надавить на Зеленского и надавить на Путина и заставить их о чём-то договориться, даже если это всё не сработает, я не думаю, что ему будет так просто перекрыть поставки помощи Украине и вывезти Америку из конфликта. Также вырисовывается в связи с этой всей историей и с её итогами вырисовывается и общая стратегия, которой вроде бы как нет, и американцы действительно нужна им. И я тоже не первый раз говорю, что наша задача — помочь им в этом, найти, увидеть вот эту стратегию, которая может привести к победе. Что может считаться победой, ну, приемлемым результатом? Потому что наша мысль о том, что победа — это только возврат к границам 91-го года, к атрибуции, там, безъядерный статус или распад России или что-то в таком роде, она не выглядит как реалистичная, поэтому не может быть основой для стратегии. Американцы будут искать какие-то другие варианты, от которых они будут отталкиваться. Мы можем в этом помочь. Но пока у них этих вариантов, похоже, нет, судя по всему, действительно нет, и у них такое только из года в год видение того, что на горизонт планирования в год, то они руководствуются принципом уравновесить шансы приблизительно. Вот если вы заметили и в 2022, и в 2023, и в 2024 году объемы помощи, которые поступают с Запада к нам, они рассчитаны примерно так, чтобы где-то практически вровень нас поставить по уровню военных расходов с россиянами. Может быть, не полностью, но до 70-90% довести наши, если просто в деньгах считать расходы на военные возможности с российскими. Это, конечно, беспрецедентный для Украины опыт, потому что мы всегда отставали от России в военных расходах в 10 раз примерно. Сейчас война и западная помощь приводят к тому, что западные союзники выравнивают практически наши военные потенциалы. Как долго они будут готовы это делать в будущем? Насколько Россия будет способна увеличивать свои военные расходы? Именно на это придется отвечать открытые вопросы, потому что за эти годы войны Россия увеличила свой военный бюджет. И как это будет выглядеть дальше, сколько нужно нам будет выделять ежегодно помощи, тоже не совсем понятно. То есть очень много таких открытых неопределенностей, открытых вопросов, которые для того, чтобы на них ответить, американской администрации, кто бы не пришел к власти, и нужно будет стратегическое видение. К чему все это ведет, в какую цену выльется, как долго будет длиться и как повлияет на интересы Соединенных Штатов. Потому что все-таки нам нужно все время держать в уме то, что мы не главная проблема, и Россия не главная проблема для США. У них главная проблема — это растущее могущество Китая, которое растет феноменальными темпами. И вообще, как выглядит современный мир, уже сказать достаточно сложно. Кто сильнее, Запад или глобальный юг, США или Китай, как это можно измерить, это тоже не совсем понятно. И для Соединенных Штатов иметь какую-то, пусть и удобный, с точки зрения, ну как инструмент, защиты каких-то своих интересов, свою стратегию в российско-украинской войне, но все-таки это какая-то такая дыра, которая требует большого количества ресурсов. И где эти ресурсы могут понадобиться для американцев, в следующем году, через 5 лет или через 10 лет, никто не знает. Поэтому им нужно больше здесь ясности. И пока что я этой ясности тоже не вижу, как и СМР. Интересная мысль о выравнивании потенциалов. И в этом смысле любое выравнивание, наверное, потенциалов имеет какой-то потолок или какое-то плато, на которое оно выйдет. А может и нет, не знаю. Вот тут хотела у вас спросить. И если существует такое плато, то вот с одной стороны есть к чему стремиться, а с другой стороны есть процесс. И если этот процесс запущен, условно говоря, начинает производиться оружие и так далее, и так далее, то вот в процессе выравнивания насколько Запад может пойти дальше и дальше. Ну вот просто же сама динамика за два года на наших глазах менялась просто сильно. От джавелинов до атакмус. Пусть их немного, пусть там и Абрансом немного, и другого пока еще совсем немного, но этот процесс идет. И в этом смысле, насколько здесь вот есть такой, ну потолок, в который это все может упереться, и что там за потолком? Потому что, наверное, тогда из этого тоже нужно исходить, когда стратегию будут строить. Если я правильно понимаю, что вы имеете в виду под потолком, то мне кажется, ну предел, да. Мне кажется, что он будет зависеть от экономических возможностей России и от того, насколько она сможет мобилизовать поддержку других стран по всему миру. То есть, сколько Россия сможет физически выделять денег и ресурсов на продолжение этой войны. Сказать точно в будущем, что это будет сложно, но сейчас мы видим, что она может позволить себе выделять на войну все больше и больше денег. Если перед войной оборонный бюджет России там составлял около 60, ну по разным методикам, 60-70 миллиардов долларов годовой, то сегодняшний оборонный бюджет России тоже по разным оценкам, точные цифры мы не знаем, превышает 100 миллиардов долларов. То есть, где предел, что еще Россия сможет мобилизовать. При этом нельзя сказать, что текущие, даже при возросших расходах на военные нужды, нельзя сказать, что Россия какие-то критические значения превысила, которые измеряются соотношением военных расходов с размером валово-национального продукта. То есть, если они превышают 4%, это уже милитаризованная экономика. Таких не очень много стран в современном мире. Они, как правило, не от хорошей жизни этим занимаются, потому что у них сложные соседи, какие-то текущие конфликты и так далее. Бывают моменты, когда страны в таких, в таком сложном геополитическом окружении, благодаря каким-то временным возможностям, например, рост цен на нефть, дает возможность Петро странам, странам, которые экспортируют большое количество нефти, у них появляется много денег, и они могут в какой-то отдельно взятый год значительно увеличить свои военные расходы, как это, например, Саудовская Аравия время от времени делает. Есть страны, которые в сложной конфигурации соседей, опять же, могут тратить в некоторые годы около 10% на оборонные расходы от валово-национального продукта. Но это редкие случаи все-таки. Большинство стран стремятся меньше 2%, а то и меньше одного тратить на оборону. А Россия, даже с увеличением, с учетом вот этого возросших расходов на военные нужды последние пару лет, все равно далеко от критических. Я не помню точно, какие там цифры, по-моему, Сибри недавно публиковал, то ли 3,7, то ли что-то в таком роде. Но все равно в районе 4% Россия тратит, даже с учетом этих возросших расходов военных, от своей экономики. Это значит, что у нее есть еще куда расти. Советский Союз в 80-х годах, когда гонка вооружений подталкивала его тратить все больше и больше, но экономический кризис длительный 80-х годов, всего десятилетия, общий уровень экономики понижал, Советский Союз выходил на цифры военных расходов в 20% от своей экономики. То есть вот такие потолки, если так их воспринимать, то до них еще россиянам далеко. Но мы не знаем, что в целом с их экономикой происходит, то есть насколько вообще их экономика стабильна. Пока война идет два с лишним года, основания считать, что какие-то серьезные экономические проблемы у них на повестке дня у нас пока нет. Пока мы видим, что их экономика стала в чем-то проще, беднее, конечно, где-то меньше выбора, меньше выгод от торговли, например, скидки на нефть, которые не предоставляют для Индии или для Китая, к примеру. То есть все стало проще и чуть победнее, но каких-то масштабных таких катаклизмов экономических не наблюдается. Наблюдается даже рост, в общем-то, ежегодный, хотя этот рост условный, потому что идет война, и многое из того, что считается в этом приросте экономическом, просто уничтожается физически. То есть мне кажется, что потолок будет определяться возможностями России. А возможности России им еще есть куда расти. Поэтому, скорее всего, Запад будет реагировать на это. Увеличивает Россия количество тратимых на войну ресурсов, денег, чего угодно. Видимо, Запад тоже будет увеличивать помощь. Вот мы сейчас смотрим, что новости в ленте новостей, там рекордный пакет помощи, то одна страна нам предоставляет, то другая, то третья беспрецедентная. Это не потому, что они вдруг решили сделать решающий шаг, дать нам много помощи, что мы победили. А это потому, что это ответ на то, что растут российские расходы на войну. Ну, а второй потолок, конечно, будет определяться ядерным оружием. То есть одна задача это пытаться уравнять шансы Украины и России в этой войне, чтобы фронт резко не двигался никуда и не сыпался, и чтобы Украина просто не проиграла. А другая, вторая, параллельная задача это не допустить ядерной эскалации, не допустить того, чтобы какие-то развития событий на поле боя не привели к использованию ядерного оружия. Эта задача остается важной и для американцев, и для китайцев, и для индусов, и для европейцев, в общем-то для всех. Вот с этими двумя задачами принципиальными в голове они будут формулировать свою дальнейшую стратегию. Николай, вот вы несколько уже предвосхитили мой вопрос. Вы сказали уравнять шансы, чтобы Украина не проиграла. И в этом смысле давайте немного поговорим о том уравнивании шансов, чтобы что. Потому что не проиграла это очень растяжимое понятие. Ну вот, кстати, в законопроекте вчера Андерс Асланд очень хорошо мне об этом рассказал. Впервые прозвучало, чтобы Украина выиграла. Вот это интересный момент. Американцы это написали. И я не знаю, это важно или нет? Вот все эти нюансы, подробности. Может, их можно вынести за скобки, не знаю. Но для нас эти подробности приятны. Поэтому мы на них акцентируем внимание. но с другой стороны, вот уравнять, чтобы что, какие вам здесь представляются сценарии, возможно? я где-то, наверное, еще в конце прошлого года написал академическую статью. Она называется Defining Victory for Ukraine. То есть, как можно понимать победу для Украины. Особенность академических статей в том, что они долго публикуются. Пока их там прорецензируют, прочитают, прокомментируют, замечания, то есть, темп работы самого журнала. В общем, она пока еще не опубликована. И я с интересом слежу за тем, когда она все-таки будет опубликована, насколько она устареет. То есть, насколько рассуждения о том, что такое победа для Украины, будут еще актуальны по сравнению с тем, как это было в прошлом году. В прошлом году... Можете сказать, что есть динамика? Это очень важный момент, то, что вы сейчас сказали. Ну, есть динамика в том плане, что есть общетеоритическая часть. То есть, как можно понимать, в принципе, победу страны в любой, в современной войне. В современном мире не так много происходит вот таких войн, как российско-украинская, классических межгосударственных войн. И, в основном, войны выглядят иначе в современном мире. И победа, соответственно, мало кто знает, как выглядит победа. Но она точно не выглядит, как мы привыкли из учебника в истории видеть Первая и Вторая мировые войны, ну или какие-то крупные масштабные конфликты 20 века, где стороны собираются, подписывают какой-то договор, там кто-то капитулирует, выплачивают контрибуции, там или что-нибудь в таком роде. И на этом, в этот торжественный день эта дата считается днем окончания войны. Современные войны заканчиваются не так. Точнее, некоторые могут так заканчиваться. Например, Дейтинские соглашения были подписаны в свое время. Вроде бы, есть конкретная дата, конкретные соглашения, но они не выполнялись, так как было это предусмотрено. Поэтому нельзя говорить о том, что не завершили войну. Соглашения есть, а война продолжается. А часто бывает наоборот. Соглашений нет, а война сама по себе сходит на нет, превращается в замороженный конфликт. Ну, в общем, в таких условиях что такое война? То есть, что такое победа в войне в современной? Как ее понять, что она наступила? И чисто теоретически эта тема не устаревает, потому что она не только касается российско-украинской войны. Считать ли войной то, что ты потерял меньше, чем соперник? Обе стороны заплатили за войну, но если ты заплатил меньше, стал беднее, там разрушеннее, все плохо, но у твоего соперника стало все еще хуже, может быть, это для тебя победа. Изменился вследствие этого баланс сил, вы оба стали слабее, но ты стал менее слабым, чем соперник. Возможно, тоже победа. Оказался ты в мире, который лучше, чем был до войны? То есть в разных формах факторов учесть. Это тоже может считаться какой-то степенью победы. Если через эти теоретические взгляды пропустить, или вот Зеленский, то, что предлагает формулу мира свою, там тоже альтернативное видение того, что такое победа, основанное на теории справедливой войны. И в итоге руководство стран стоят перед очень сложными вопросами. Например, если Украина потеряет часть территории в итоге войны, но при этом вступит в НАТО и в Европейский Союз. Будет ли это состояние лучшим, чем было до войны с точки зрения безопасности? Тут можно спорить. Кто-то будет доказывать, что нет, не будет. Кто-то будет доказывать, что да, будет. И вместе от этого разные люди будут считать это победой или поражением. Ну, когда все по-нашему, когда мы получаем все, что хотим, и территорию возвращаем, и в НАТО вступаем, это понятно, что победа. Но у нас ситуация сложная тем, что, скорее всего, так, если и будет, то где-то очень нескоро. Поэтому нам какие-то альтернативные все равно понадобятся в этом плане вещи. Ну и есть при этом, конечно, часть статьи, которая привязана к реалиям на Земле. Они определяются шансами на успех, которые меняются со временем, конечно, да. То есть я думаю, что в прошлом году наши шансы выглядели более высокими, чем они выглядят в нынешнем году. На победу в том смысле, который мы хотим. Возможно, в следующем году поменяется ситуация, они снова будут выглядеть выше. То есть в этом смысле ситуация динамична. Американцы, когда пишут или говорят о победе, риторика политиков, это, скорее всего, риторический прием, потому что они тоже не знают, что такое победа. Ситуация осложняется тем, что в современном мире, когда возникло ядерное оружие и возникли ядерные государства с большим количеством этого оружия, победу понимать в старом стиле, вот как были мировые войны, заканчивались в стиле Клаузевица, стало невозможно. Что такое капитуляция ядерной державы? Никто не знает, как это может выглядеть. То есть как ядерное государство пойдет на капитуляцию, не попробовав перед этим все средства, которые у него есть, включительно с ядерным потенциалом. Никто этого не знает. Поэтому, когда американцы пишут о победе или говорят, они тоже не знают, что имеется в виду. Тут диапазон самый широкий может быть. Нам могут сказать, что мы уже победили, потому что мы до сих пор продолжаем существовать. Ну, то, что Байден говорит. Победили, потому что выжили. Да, это понятная позиция. Это было еще, можно было два года назад использовать нам внутри страны, как элемент внутриполитической риторики, что да, мы уже победили, потому что мы выстояли. Любой дальнейший результат войны будет для нас в этом плане позитивным. Но только, конечно, риторически об этом говорить хорошо, а вот людям, которые ответственны за политику, и которые, например, руководство украинское, и которые потом будут объяснять, что выставили, это, конечно, хорошо, но если после войны мы получили страну, у которой территория на 15% меньше, или на 20%, чем была до войны, население, экономика, и все такое, и мы по-прежнему остаёмся без союзников и не пойми в каком статусе, то получаем ли мы мир до войны лучшим, после войны, точнее, лучшим становиться ли он для нас, чем был до войны. Понимая вот эти все нюансы, мы всё-таки придерживаемся более такого широкого понимания победы, более максималистского, отражением которого выступает формула Зеленского, о которой я уже сказал. Вот вы очень интересно сказали, что в прошлом году наши шансы на победу выглядели более оптимистично, нежели в этом году. И в этом смысле тут ключевое слово «выглядели», мне кажется, или «были». Это же очень важные моменты, потому что «выглядели» и «были» это как бы тоже важно. Вот мы же прекрасно помним, как в прошлом году, какой была информационная политика в мире, которая сопровождает эту войну. Это очень важно, потому что иногда из западных источников мы черпаем больше информации, чем из своих украинских собственных, о том, что происходит на войне, о том, что происходит в мире касательно этой войны. И вот если вспомнить, то вначале были очень высокие завышенные ожидания от украинского наступления, которые в реальности военными и людьми, которые имеют разведданные, они же ведь на самом деле так не оценивались, учитывая украинский потенциал, учитывая эти огромные минные поля, учитывая огромное время, которое, по сути, было у России, чтобы подготовиться и так далее. То есть сейчас, когда идет российское наступление, тоже очень много говорят о каких-то успехах, но по большому счету какого-то серьезного продвижения Россия бы не добилась, если бы мы получали это оружие. И в этом смысле есть и то, что говорится в информационном пространстве. Это, наверное, разные вещи иногда и сложно сочетаемые. И в этом смысле что влияет больше на принятие решений? То, о чем говорится или то, что реально существует? Потому что если то, о чем говорится, то это проблема. Но иногда мне почему-то кажется, что на политику западных стран очень влияет часто то, что говорится. Вот поправьте меня, если я тут ошибаюсь. Мне тоже кажется, что часто больше влияет то, что говорится, потому что реальность вокруг нас мы конструируем много в чем. Есть какие-то базовые вещи, которые определяют ее, но в таких ситуациях, как война, об этих базовых вещах у нас недостаточно знаний. Очень часто, например, можно какой параллель провести, если бы не было войны. То есть до войны, если бы не началось полномасштабное отражение, как можно оценить шансы на успех Украины и России. Вот если они вдруг начнут воевать, кто с какой вероятностью выиграет? Это, кстати, упражнение, которое я со своими студентами делал время от времени. Как понять, как посчитать эту вероятность? Вот есть, как по мне, два пути. Либо чисто теоретический путь, когда ты считаешь, что играют ресурсы, соотношение ресурсов измеряешь. Все, что связано с войной, размер армии, оборонные расходы, техника, союзники, моральный дух. Чем больше ты придумаешь факторов, которые влияют на победу или поражение, их как-нибудь измеряешь в каких-то единицах и сравнишь, у какой страны больше ресурсов. И соотношение этих ресурсов будет определять соотношение шансов. Это то, как политики, в принципе, просчитывают возможное соотношение сил между странами, на основании которого они принимают решение, воевать или нет. Например, США и Китай почему между собой не воюют? Хоть они и соперники. Потому что и цена войны очень высокая. И потому что они не уверены в своих шансах, и у них нет возможности понять, чем эта война закончится. И вот эта неопределенность, она очень часто, иногда она способствует войнам, если лидеры политические более такие склонны к риску по разным причинам. Они могут, эта неопределенность их может подталкивать к войне. А часто она удерживает их наоборот от войны. И в итоге получается, что практическим путем не было проверены вот эти вот предположения. Создалось впечатление, что у Украины, допустим, практически не было бы шансов победить Россию до вторжения. Мы эту оценку, она есть, она может быть неправильной, но она есть, и мы ее кладем в основу политических решений. Россия может оказывать давление своими высокими шансами победить в войне и делать угрозы, и угрозы, которые мы вынуждены будем прислушиваться, выдвигать ультиматумы разные и все такое. А мы вынуждены в таких условиях принимать тоже решения. Или, например, классический пример Соединенные Штаты и Ира в 2003 году. Соотношение сил явно в пользу США. Если начнется война, то США имеют 90 плюс процентов вероятность победить. И они, зная эти цифры, выдвигают ультиматум Саддаму Хусейну открыть для доступа инспекции все объекты на территории Ирака. И тогда он, решение переходит к нему. Он тоже, на основу, на каких-то своих данных, почему-то этот ультиматум отбрасывает, хотя имеет очень высокую вероятность потерять власть и жизнь в итоге. То есть идет на этот риск. Вот к чему сводится процесс принятия решений в таких ситуациях. И он очень часто основан именно на оценках. Не на реальных событиях, которых мы не знаем просто. Нету войны, мы не знаем, чем она закончится. Бывают страны, ну, сейчас их нету, но практически нет. А в истории раньше были такие пары государств, которые воевали часто между собой. Например, Россия и Османская империя. Российско-турецкие войны. 18-19-20 век, там около двух десятков различных войн достаточно близко друг к другу по хронологии расположены. Если есть такие серии войн, можно тогда оценить шансы государства, исходя из предыдущего опыта. то есть мы посмотрели, что из 20 войн там 18 закончились, например, победой стороны А над стороной Б. То есть, скорее всего, вероятность 21 войны, то есть распределение шансов будет примерно таким же. Я к тому, что политики действуют на основании своих представлений каких-то. Часть из них могут быть основаны на реальных событиях, на реальном ситуации. А для большей части этих представлений реальной ситуации нет, или она недоступна, или данные могут быть очень по-разному интерпретированы, особенно данные в условиях высокой неопределенности, как во время войны. Войны — это вообще лотерея во многом. И понять, чем закончится то, или та, или иная кампания, или та, или иная война в целом, очень сложно. Поэтому риторика играла ключевую роль, мне кажется, в 1923 году. мы ее как могли использовали, транслировали этот оптимизм вовне, на международную рену. Наверное, справедливо полагаю, что чем больше будет уверенности в нашем успехе, тем охотнее в нас захотят инвестировать, тем больше нам будут оказывать поддержку и дипломатии, и деньгами, и вооружениями. Поэтому оптимизм 1923 года на всех уровнях в общем-то был понятен. У меня есть друг один хороший в Запорожье, который все время смотрит, я думаю, случайно попадает на наши с вами разговоры, и он каждый раз обращает мое внимание, что надо быть чуть больше оптимизма, то есть у него более оптимистический взгляд на эти вещи. Так вот, я не знаю, сейчас подходящий момент для того, чтобы этот оптимизм продемонстрировать или вернуть, он сегодня состоит в том, что все не так плохо, то есть мы когда не получали, то есть мы настолько стали эмоционально зависимы от вот этой судьбы американской помощи нам в последние месяцы, что мы вот снова накачали эти эмоциональные сели, а на самом деле все было не настолько плохо, потому что общий калий, в которой война эта движется, общие структуры, соотношение сил, интересов Запада и не Запада в этом конфликте, оно не меняло. Это был технический момент, который и болезненный был для нас, но в целом мы продолжаем оставаться важной инвестицией для Запада, важной вот этой точкой конфликтогенности в современном мире, важным элементом борьбы за будущее мирового порядка, поэтому так просто нас не бросят, не откажутся от нас. Но с другой стороны, конечно, и надеяться на то, что они сделают решающий какой-то феноменальный космический вклад в то, что мы сейчас организовали быстрое наступление, выгнали россиян и заставили Россию принять капитуляцию, тоже, конечно, не стоит. Николай, ну и еще один вопрос, который касается России. Очень много Путин говорит о том, что он готов воевать до победного конца, до какого-то победного, и по-разному они его формулируют, но до победного. И мы это слышим часто. С другой стороны, мы очень часто слышим о том, что Путин пытается через кого-то, через разных посредников передать США, может, они напрямую общаются, да, наверное, тоже возможно, мысль о том, что он готов к переговорам. Конечно, на каких-то определенных условиях, о которых вполне возможно знает Запад, и, наверное, так и выглядит дипломатия, нравится нам это или не нравится, но тем не менее. И вот в этом смысле, как вам кажется, какой момент для Путина, в какой момент, ой, в какой момент для Путина, вот переговоры будут важнее, чем вот эта риторика о бесконечной войне. Или, я бы даже так сказала, не риторика, а вот реальность. И речь здесь, я не знаю, может ли вообще здесь речь идти об экономике? Не знаю. Ведь с экономикой очень много связывали, но с другой стороны, мы видим, что не мы чем-то катанием, санкции обходятся и другие клиенты и покупатели на нефть и все прочее, да. То есть, это вот очень важный момент, но в какой-то, но есть какая-то такая точка, и она даже, повторюсь, не экономическая, а скорее, наверное, внутренняя, вот, или состояние общества, или политическое, или состояние элит, или, ну, что-то, что в состоянии будет вот такого хищного политического зверя, как Путин, заставить подумать о том, что, ну, вот, вот здесь уже грань, но здесь надо поставить точку и отдохнуть, как минимум. Я сначала коротко про вот эти вот экономические перспективы, почему санкции плохо работают, потому что сегодня другой мир. То есть, он, нам казалось, когда мы делали большую ставку на западные санкции, а мы ее сделали большую еще в 2014 году. Фактически, санкции были центром всей нашей внешнеполитической риторики. Это было бы, наверное, оправдано, если бы мы все еще жили в реалиях 90-х годов, где Запад доминирует, и где международный порядок является западоцентричным, и Запад может все. Но сегодня другой мир, и Запад гораздо менее могущественен. Вот, мне кажется, одна из уроков этой войны в том, что Запад слабее оказался, чем мы думали до войны. В том числе и санкции. А можно вот тогда уточнение? И Запад думал сам про себя, наверное. Да, конечно. Одна из функций войны в том, что она показывает реальное соотношение сил. Это очень дорогой эксперимент, но его польза в том, что он показывает, кто есть кто, и кто на что способен. Выяснилось, что западные санкции не способны не просто вспять поворачивать политику агрессивной государства к России. Но они даже не способны навязать неприемлемо высокую цену за нарушение всего, чего только может. Соответственно, мир сегодня другой, и взять и изолировать российскую экономику в этом мире, где есть другие центры экономического могущества, и, возможно, их роль все сильнее становится, о чем я говорил, ну, нельзя. Поэтому, соответственно, кроме этого, с политической точки зрения есть страны глобального юга, которые, ну, вот, их общее, если чем-то их можно объединить, так это тем, что большинство из них не могут позволить России проиграть. То есть проигрыш России для них будет иметь негативные последствия. По разным причинам, в разном виде эти последствия будут проявляться. Кто-то будет бояться усиления Китая, кто-то будет бояться усиления Запада, кто-то будет усиления оригинальных соперников, бояться кто-то, еще чего-то. Но все вместе они не могут позволить себе, чтобы Россия проиграла. Так как же, как Запад не может позволить по разным причинам, чтобы проиграли мы. То есть это противостояние глобально, и его исход совершенно не ясен. Поэтому вот это дополняет, создает дополнительные измерения в этой войне. И что еще более уводит ее будущее из-под нашего контроля. А что касается Путина, то мне кажется, что его риторика понятна, то есть он подходит, мне кажется, к этой войне с таких более классических позиций, рассматривая ее как подготовку к переговорам. То есть война, в принципе, может выглядеть как процесс, в котором стороны либо усиливают, либо ослабляют свои позиции в следующих переговорах, в зависимости от того, как идет это военное действие. Вот он рассматривает войну примерно так, что вот два года Россия воюет, никакой ошеломляющей победы никакой нет, но в принципе пока больше дополнительная территория захвачена, украинский потенциал во многом подорван. То есть у него есть основания себя объявить победителем в любой момент. Российская аудитория это поймет. У него будет достаточно оснований, чтобы это сделать. Соответственно, если твоя позиция усиливается переговорная, то почему бы не начать эти переговоры и перевести ее, реализовать ее в какую-то политическую плоскость. Это то, что он пытался делать и в 2014-2015 году с Минскими соглашениями, рассматривая их точно так же. Вот победа на поле боя была одержана, убедительно, не убедительно, масштабно ли это не важно, но она показала соотношение сил, после этого давайте договариваться. Это такое продолжение политики, другими средствами взгляд в стиле Клаузевица на то, что такое война. Но проблема в том, что не все войны, бывают как минимум два типа войн, одна из них это война, в которой идет подготовка к переговорам, в которой фактически стороны определяют позиции на будущих переговорах. А другая война, это когда стороны не воспринимают друг друга как тех, с кем можно о чем-то договариваться. И тогда идет война на уничтожение. И мне кажется, что мы как раз в такой войне находимся. Судя по риторике как российской, так и нашей, ни мы не собираемся ни о чем договариваться с Кремлем, ни Россия ни о чем особенном договариваться с нами не хочет. Поэтому мы в условиях другой войны. Войны скорее на уничтожение, чем войны как подготовки к переговорам. И соответственно вот эта риторика Путина, она обесценивается, потому что война другого типа. Она понятна, то есть нужно во время войны или во время любых торгов, не таких драматичных, как война, всегда целесообразна, если у вас есть антагонистичные отношения с соперником. Вам всегда нужно делать вид, что альтернатива переговорам для него выглядит все хуже и хуже. То есть пугать его последствиями того, если он не будет договариваться, то будет еще хуже. Это то, чем Путин занимается, но оно во многом лишено смысла, потому что мы находимся в условиях войны на уничтожение скорее, чем войны как подготовки к переговорам. В какой момент эта война может перейти в формат подготовки к переговорам? Мне кажется, тут нужны много сложных подготовительных шагов, во-первых. Ну вот, если мы вспомним, какие большие сложности возникали с управлением конфликтом до 2022 года. Минские соглашения, как сложно их было реализовывать, выполнять и даже понимать, о чем они и как-то трактовать их. Как сложно было устанавливать перемирие. Помните, 20 с лишним попыток установления перемирия. Все были сорваны и не просто так. То есть, огромная работа нужна была даже в тех условиях для того, чтобы выйти на минимальный уровень доверия, на то, чтобы обозначить точки, где есть какой-то общий интерес, несмотря на разногласия по всем остальным точкам. Например, чтобы не стреляли на линии соприкосновения. Но и то это не работало. Сейчас война все это возвела в непонятно какую степень. И мне кажется, что это, во-первых, потребует большого очень времени. Возможно, потребует какой-то принципиальной смены элит или в одной из стран, или в обеих странах. Плюс нужно будет чтобы конфликт дозрел до этого, до этих попыток. Это значит, что цена его должна еще больше вырасти. То есть, чтобы обе страны должны осознать, что они находятся в тупике и что продолжение войны каким бы оно ни было ну как бы не казалось, что вот еще чуть-чуть и мы победим, но оно все-таки более болезненное и более рискованное, чем договоренности о чем-то. Ну и какими могут быть сами эти договоренности? Это очень открытый, очень сложный, очень политический вопрос, о котором даже рассуждать, даже начинать рассуждать как-то достаточно сложно, потому что пока что зоны возможного компромисса я не вижу. Конфликт территориальный, вот в чем его сложность. зоны, конфликты в современном мире, особенно в периоды, когда растет влияние национализма к идеологии вообще во всех странах мира, их практически невозможно решать, потому что они игры с нулевой суммой. Территория принадлежит или одному претенденту или другому, и никому из них нет смысла, а часто очень опасно соглашаться с тем, чтобы делать уступки в этом плане. Поэтому мне кажется, что здесь ну какое-то только очень маловероятное истечение обстоятельств может открыть какое-то окно возможностей для того, чтобы о чем-то здесь пробовать договариваться. Пока что я таких, такой перспективы не вижу. Николай, ну поскольку вы вспомнили о вашем хорошем знакомом, который говорит, что нужно же быть оптимистичным, не можем же мы на этом закончить наше с вами интервью, поэтому нужно, я не знаю, ну что-то, наверное, оптимистичное все-таки в конце интервью-то сказать. Ну что поделаешь? Ну, все хорошо. Мы получили помощь на 24-ю, большую помощь. Она нам даст возможность более-менее уверенно смотреть, по крайней мере, до конца года, до президентских выборов в Штатах, которые, я считаю, важной точкой в будущей динамике конфликта. Мы без этой помощи хорошо держались, что демонстрирует наш потенциал и союзникам, ну, условным союзникам, партнерам, и врагам, и вообще всему миру. Война эта становится, ну, начинает быть проблемой для многих. Возможно, для Китая, возможно, для Индии. То есть какие-то глобальные, Россия тоже становится уязвимой. Ведь мне кажется, что вот то, что я сказал, Путин может считать своей победой, то, что он захватил территорию, ослабил Украину, победой он может это считать условно. Это победа, за которую ему пришлось заплатить очень дорого. И глобальные позиции международной России оказались подорванными. Сегодня Россия совершенно не та, которая была в 2021 году на глобальной арене. Совсем другую игру. И все это для нас выглядит как хорошие новости. Поэтому давайте будем считать оптимизмом вот это. Николай, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Очень вам за это признательно. И, конечно, признательно вашему хорошему знакомому, который немножко нам добавил оптимизма. Спасибо огромное. И, конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами. Спасибо. Продолжение следует...